Здравствуйте, меня зовут Елена Морей, я тренер по женской стрижке в школе Диметриус. На своих тренингах часто сталкиваюсь с тем, что мастера привозят огромное количество ненужных и неправильных инструментов. Мастера тратят огромные деньги на инструмент, который не пригодится им в работе. Поэтому сегодня я покажу вам оптимальный набор инструментов, который пригодится вам для обучения в технике Диметриус и для работы в дальнейшем. Эти фирмы не платили нам за рекламу, поэтому вы можете приобретать любые другие фирмы, но чтобы качество инструмента, конечно же, сохранялось. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это ножницы. Обычные прямые ножницы потребуются вам на любом обучении в школе Диметриус. Лучше, если ножницы будут размером от 6 до 6,5. Конкретно эти ножницы 6,5, но если вам неудобно такими большими работать, то можно взять и поменьше, но 5,5 все-таки уже маловаты, поэтому лучше обратить внимание от 6 и выше. Очень часто встречаю мастеров, у которых ножницы не режут и закусывают, поэтому обратите внимание на качество заточки ваших ножниц. Следующий инструмент это филировочные ножницы. Ими мы пользуемся не часто, но с собой их нужно взять. Требования к филировочным ножницам такие же, как и к прямым. Длина должна быть от 6 до 7. Также на наших обучениях вам может понадобиться бритва. Мы используем опасную, без филировочных насадок. Она может быть абсолютно любая, та, которой вам удобно работать со сменными лезвиями. Один из самых важных инструментов на тренингах по женской стрижке – это машинка. Как бы странно это ни звучало. И на выборе машинки я остановлюсь подробнее. Обратите внимание на две эти машинки и на угол среза каждой из них. Вот эта машинка с более правильным углом расположения ножа. А вот этой машинкой вам будет крайне неудобно подобраться к краевой линии. Именно вот из-за этого угла вам неудобно будет подобраться и сделать четкую краевую линию. Поэтому выбирайте машинку вот с таким расположением ножей. Также очень важно, что в этой машинке ножи выступают гораздо дальше. И вам будет удобнее задать четкую краевую линию. Еще хотелось бы заметить, что на наших обучениях вам нужен именно триммер. Ножи шириной должны быть не более 3 см. И только тогда вам будет удобно дорабатывать краевую и выполнять шлифовку. Также вам потребуются зажимы. Я люблю использовать вот такие. Они хорошо держат волосы. Вам не потребуется их тысяча. Вам потребуется всего лишь три. Главное хорошо уметь закалывать волосы. Дальше расчески. У меня их две. Вы можете использовать одну. Две это уже роскошь. Я использую эту на длинных волосах, эту на коротких. Но также вот этой можно работать и с короткими волосами. Главное, чтобы расческа хорошо брала волосы. Возможно, это звучит как-то странно, но я видела немало расчесок, которые не берут волосы. Вот эти хорошие и у них очень тоненькие зубчики. И вычесывают волосы они очень хорошо. Поэтому обратите на это внимание. Следующая моя боль это брашинги. И это действительно боль, потому что за время своих обучений каких брашингов я только не видела. Начиная толщиной в мизинец и заканчивая самыми большими размерами, какие вообще можно себе только представить. Но они вам все не нужны. Вам нужно всего лишь два. Это 25 и 35. Даже длинные волосы мы укладываем именно 35 брашингом. Вам не нужны большие. Объясню почему. 35 брашинг, он оптимально хорошо протягивает концы. А мы на своих обучениях учим именно вытягивать волосы практически как утюгом. И 25 брашинг я использую на коротких волосах, таких как пикси, ну, либо каре в первом блоке. Также, когда вы приобретаете брашинги, обратите, пожалуйста, внимание на щетину. Она не должна быть слишком твердой. То есть, вот эти брашинги достаточно мягкие, но при этом они очень хорошо берут волосы. И щетина должна быть достаточно частой. Я видела брашинги с очень редкой щетиной, которые абсолютно не протягивают волосы. Дальше пульверизатор. Он может быть абсолютно любым, но лучше, конечно, мелкодисперсным. Но, в принципе, вот каким вы привыкли работать, такой и привозите. Здесь никаких особенностей не существует. Пеньюар. Абсолютно любой, которым вы привыкли работать. Фен. И здесь самое главное условие – это то, чтобы он был профессиональный. Да, за свою карьеру мы видели всякое, поэтому главное, чтобы был профессиональный и мощный. В среднем мощность должна быть от 2 до 2 500 тысяч ватт. Когда вы покупаете фен, у вас в комплекте идут две насадки. Одна узкая, другая широкая. Вам нужна та, которая узкая. Не нужно брать широкую насадку и думать, что она будет быстрее сушить. Нет, она не будет быстрее сушить. Она будет раздувать волосы во все стороны, и вы не сможете нормально их уложить. Поэтому всегда выбирайте более узкую насадку с минимальной высотой сопла. Вот это весь набор инструментов, которые потребуются вам для обучения в нашей школе и для работы в дальнейшем. Поэтому не нужно тащить с собой огромные чемоданы инструментов, переплачивать за багаж и тратить на них огромные деньги. Друзья, пожалуйста, обратите внимание на это видео. Не нужно скупать все новинки на рынке. Приобретайте только нужный вам и качественный инструмент. И приезжайте вместе с ним на обучение в Диметриус. Будь с нами, будь в Диметриус! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА